Пишет? Пишет! И тут я подумал, а что бы мне не начать снимать вложек? Понимаете, такой нормальный, обычный вложек. Тем более я как бы живу в Финляндии, поэтому есть о чем рассказать. Надо будет взять на заметку, выключать телефон, когда ты записываешь первое видео для вложека. Итак, по-моему остановились мы на том, что я живу в Финляндии 8 лет. Это не что, просто я делюсь, рассказываю себе, работаю, занимаюсь музыкой и всяким другим бредом. Поэтому я думаю, что видосики будут интересные. Я подумал, что буду рассказывать о том, как я живу, что делаю. Кому-то это будет интересно, а может быть и нет. Ну да, не знаю, не вижу смысла ходить, снимать, как я хожу в магазины, в туалет и еще что-то. Короче, обычная жизнь меня. Чисто так. От скуки делаю это нефиг. Тут так скучно. Поэтому я решил тратить свое время на съемки видосов, их редактирование и выкладывание на канал. Я вот только что пришел с работы. Мне как раз надо сегодня. Кстати, я сегодня забираю тачку. Да. Поэтому надо собираться и ехать. Вот. Так что сегодня такой видосик короткий будет. А с завтрашнего дня, прям с утра, прям как проснусь, ни телефон в руки, ни там зубную щетку, ни полотенце, ни даже постель, а камеру в руки. И всем привет. Но это не точно. Собираюсь ехать за новой тачкой. Возьму с собой такую штучку, прикреплю эту камеру на машину. Вот. И сейчас мне как раз в течение получаса надо подъехать будет и забрать свой новый автомобиль. Я заказал его, точнее купил еще до того, как начался этот весь коронавирус и так далее и тому подобное. То есть, скажем так, кто знал, кто знал. Ну ничего, затянем по ту же ремней и будем работать, чтобы окупить эту тачку. А она будет очень классная. Узнаете попозже. Ну вот, короче, я собрался. Как вам мой лук? Лук, лук, жук-жук, жук-жук, люк. Очки забыл. Сейчас будет еще кучу. Сейчас. О, вот. Вот. Типичные, каждый божий день очки надо протереть. Так что, сейчас выйдем на улицу. Я покажу, какая у нас погода и наш дворик. И поедем за Тачилой. Ну что, ребят, как я ожидал, вот, наверное, ветер будет очень громко, но извините. Вот наш дворик небольшой. Погода сегодня охеренная. Градусов 5, 6, 4, 3, 2, 1. А вот мой, мой маленький мальчик. Вчера намыл его. Черт, раскрыл интригу. Ну да ладно. Вот это мой маленький мальчик. И, короче, сейчас я поеду его же. Здесь надо. А еще надо, знаете, что микрофон поменять? Сейчас, секунду. Микрофон-то я перекинул. Ну, чтобы он смотрел сюда, если я буду говорить. Но потом я понял, что, допустим, заснять какие-то кадры города, как я еду, тоже прикольно. И придется опять разворачивать микрофон. И столкнулся с проблемой, что вот сюда мне просто некуда прикрепить камеру. Она сюда не влезет. То есть, мне придется либо ее держать, либо прикрепить куда-то на окно. Но окно я не очень-то хочу пачкать, потому что я только вчера часа три намывал автомобиль, чтобы его сдать в красивом виде. Поэтому, ну... Короче, ладно. Потом как-нибудь вам покажу город. У меня осталось 15 минут, чтобы доехать до автоцентра. Поэтому доехать. Вот сзади там колеса я загрузил. Пришел с прачи, сработайте. Так что, ну че, поехали, наверное. Он тут собачками гуляет. Так, смотрим налево, машинник, фото вырываю. Здравствуйте, соседи. Оп. Я не хочу особо нарушать правила, потому что у меня ручка. Вот. И как бы у меня автоматы. Руки-то две, а камеру держать нечем. Поэтому вот. Вот это у нас стройка тут сейчас идет. Ну, что-то ремонтируют. Естественно, Квин играет по радио. По химия рэпфити. Все-таки классный фильм. Мне нравится. Просто сейчас будет максимальный дэнджер-дэнджер. Потому что вот здесь типа круг, а вот это расписанное здание граффити, это станция полиции. Ну, короче, полиция. Выглядит красиво, но типа я еду с одной рукой и типа нарушаю все правила дорожного движения. А здесь вообще строго с этим, со всем, конечно. Но дорогу ремонтируют. Хотя, скорее всего, они просто выкопали, чтобы трубы положить. И как вы можете заметить, люди на улицах есть. Хотя сегодня 6 апреля, типа по всему миру коронакризис. Кстати, пока ехал, заметил, что градус не показывает 15 градусов. Ну, это круто. 15 градусов, это круто. Вот мы приехали. Вот автоцентр Nissan. И я не знаю, наверное, я встану лучше на эту парковку. Короче, где-то здесь. Вот он стоит. Ага. Уже ждет там. Я его видел. Но я встану сейчас на парковку, чтобы те, кто заберут, у меня автомобиль забрали его отсюда сразу. Это типа поддержанное авто. Стоят на улице. Ну вот, например. Паркетник. Ренаут Kangoo 15 тысяч евро. А вот, кстати, неплохой тоже. Ренаут Traffic 9 тысяч. Пробег 150. Ренаут Мастер 15 тысяч евро. Я, кстати, хочу себе купить паркетник, потому что, ну, я работаю. И мне дешевле будет, чтобы у меня была такая тачка. И можно списывать туда, допустим, всякие там, ну, бензин, там, дизель, неважно. Налоги. И, то есть, еще меньше платить налогом в государстве. Ну что, я забрал свою тачку новую. Теперь у меня белый Qashqai. Но я потерял свой телефон, поэтому я иду домой, посмотрите, если мой телефон на месте или нет. Так что, до связи. Ну что, наконец нашел свой телефон. Он оказался на полке с обувью. Я его просто забыл. Благо мне никто не звонил, кроме продавца. Вот. Разгрузил как раз машину. Ну, там были зимние колеса. Сейчас поеду немножко ее пофоткаю, поснимаю. И поставлю в гараж, чтобы она стояла там. И я на ней ездил только куда-нибудь там. Домой. В Россию. Еще куда-нибудь. Потому что... Тачка новая. Наверное, не всего 16 километров пробега. Чтобы вы понимали. Еще, для тех, кого интересует, короче, в общем, как выглядят. Вот все документы, которые я получил при покупке автомобиля. И здесь, в принципе, только ДКП и гарантия. Все. Больше ничего нет. То есть никаких ПТС, никаких ничего. Короче, звонила мне мама. Поздравлял с покупкой. В общем, как я уже сказал, сейчас что-то фокус у меня тут. Какой-то фиговенький. Сейчас. Во. В общем, вот типа ДКП. И, так сказать, гарантийная книжка. И вот такая папочка. Не дали мне пакетик. А я просил. Сказали, у них закончились. Но чувак обещал мне подогнать попозже пакетик. Ниссановский. Сейчас поеду пофоткаю, как я уже говорил. И поставлю ее в гараж. И потом надо будет ехать в магазин. Купить продуктов. И приготовить себе ужин. Вот такие вот будни. Да. До связи. Ну что, я поснимал тачку. Сейчас поеду поставлю ее в магазин. И... Точнее, поставлю ее в гараж. А потом я поеду в магазин. И будем вечером... Точнее, буду вечером готовить. Наверное, я думаю, что... Не знаю, возьму какое-то мяско. Может быть, курочку какую-нибудь. Особо ничего готовить не хочу. Ну или, возможно, пасту. Приготовлю. Макароны с фаршем, короче. По-русски. Посмотрим. До связи. Так, ну что, короче, я пришел с магазина. Закупился на 26 евро. Вот тут всякого такого. Ну так, там... Йогурты, шмогурты. Шоколадочки. Пицца. Я, кстати, сегодня... Я сегодня... Я сегодня не обедал. Так что сейчас, наверное, сделаю себе кофе. С пиццей. Перекушу. И вот купил... Пицца. Хлеб. Прикольный очень этот... Это, короче, йогурты. А это вот у меня животное здесь такое есть, которое... Постоянно, каждый вечер мяукает что-то. Что-то там это... Джесс, скажи привет. Скажи всем привет. О, всем привет. Всем привет! Я мяука! Я мяука! Короче... Три таких йогурта. Очень вкусные. И в них всего 0,9% жира. О, 0,9% жира. Очень вкусная шкура. Сосиски. Куда ж без них. Огурчик. Опять сосиски. Ну, естественно, каждую неделю покупаю себе киндер. Я ведь киндер. Привет, мама. Если смотришь... О, чек упал. Ну, опять пицца. И вот, кстати, чек. Вот, пожалуйста. А те, кто не верит, вот. 26 евро. Виноградик. Дело очень нужное. И вот. Вот. Вот то, что я хотел показать. Уже купил такую, типа, как... Томатную пасту. Но она, как бы, с дольками с оливками. С оливками. И, короче, сегодня буду готовить себе пасту баланьеза. Ну, вот она, как раз, две пачки. Ну, и шоколадки там. Всё, помелочь. Короче... Короче, сейчас буду обедать, типа... И, наверное, вернусь, когда буду готовить ужин. Я её прогнал. Я её прогнал. Короче. Я перезаписываю вот это вот... Второй, третий, точнее, раз. Потому что у меня, сука, не идёт запись. Простите за мат. Но это литературное слово. В общем... Я вот сижу и думаю. Как я себе сделаю баланьезы, если у меня нет спагетти? Просто потому, что я только что был в магазине. И там опять нет макарон. И опять нет хлеба. У нас буквально три недели назад люди скупили всю туалетную бумагу. Благо, сейчас она есть. Поэтому я не пропаду, потому что я тогда не закупился. Скупили весь хлеб. Скупили всё мясо. Скупили все макароны. Вот все вот эти крупы и так далее. Вообще вот эта жесть какая-то была. Все магазины были пустые. Поройтесь в интернете, найдёте там столько прикулов. Это вообще... Это просто бред какой-то. Вот я сидел без макарон, наверное, неделю. Потому что их... Сорян. Их не было. А ещё, если в видео услышите такие... Не обращайте внимания. Потому что каждый день, когда я прихожу домой, начинается вот это вот... Вот это пение. Вот это... И прекращается она только если я включу телевизор. Положу есть. Или просто скажу, да пошла ты. Ну, потому что бесит. Я устаю на работе. Хочу дома отдохнуть. Посидеть в тишине. И начинается вот это вот... Но когда я начинаю на неё мяугать, она убегает. Типа, ну почему? Я-то не убегаю от тебя. Я просто прошу тебя не разговаривать со мной. А ты от меня убегаешь. А я с тобой поговорить хочу. Короче, ладно. Я пошёл обедать. Потому что я проголодался. Короче, случилось... Такое, что я просто лёг вот туда на диван. И уснул. Когда победил. Поэтому сегодня... Поэтому сегодня отменяется эта паста. Потому что мне очень лень. Я просто что-нибудь сейчас быстро поем и на боковую. Я думаю, что пасту начнём готовить завтра с вами. Так что на сегодня всё. Подписывайтесь. Ставьте лайк. И пишите в комментах, короче, что бы вы хотели увидеть. О чём бы вы хотели услышать, чтобы я вам рассказал. И так далее. И тому подобное. Ну, а если вам не понравилось, то... Окей. Всем пока. С вами был мистер Пи Штар. С вами был мистер Пи Штар.